Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. И вот она нарядная. На площади Куйбышева установили новогоднюю елку. Время деньги. Во сколько обойдет сейчас простое трамваев автомобилистам, столкнувшимся на рельсах? Дезинформация или тревожный сигнал. После жалоб на тяжелое положение зверей нефтигорский зоопарк проверяет прокуратура. В театр, библиотеку или поликлинику без проблем. В Самаре работает социальное такси для людей с инвалидностью. Караван верблюдов в игольном ушке. В Самару привезли выставку микроминиатюр. Новый год все ближе. В праздничную иллюминацию уже одеты улицы и здания города. На площади Куйбышева установили главную новогоднюю елку. В этом году ее высота больше 20 метров. При сборке ели ни одно живое дерево не пострадало. В конструкции используются искусственные ветки. Их украсили тысячей светодиодных ламп и разноцветными шарами. Скоро вокруг елки построят еще и городок из ледовых скульптур. Ледовые фигуры, они у нас будут выполняться мастерами из Санкт-Петербурга. Это очень профессиональный коллектив. Их будет порядка 8-9 фигур, каждая высотой свыше 2 метров. И окружено все будет, как мы всегда это оформляем, площадь, ледовым панно-борельефом. Ну а тему вы сами увидите, наверное, в самое ближайшее время, какая будет отражена. Это основные события уходящего и грядущего года. Помимо главной елки города украшают и парки. Чтобы создать в Самаре новогоднее настроение, потребуется несколько сотен километров гирлянды. Общественники проверяют, насколько готовы места отдыха горожан к Новому году. Вместе с ними праздничными огнями любовался Андрей Горгуленко. Километровый каток, ель в игрушках, гирлянды на деревьях Центральной аллеи. Парк Гагарина как декорация к рождественским фильмам, говорят общественники. Они приехали проверить, как готовят самарские парки и скверы к Новому году. В этом году как никогда рано все это происходит, подготовка. Очень радует, что зима в этом году настоящая русская, немножко раньше. Поэтому удается залить катки. Практически готова елка. То есть вот состояние этого парка я оцениваю прямо практически готовым. В этом году украшение парков это не просто обязанность, а конкурс. И потому к процессу декораторы подходят креативно, приятно удивляя горожан. Мы объявили конкурс среди управляющих парками на лучшую елку, которая будет представлена. То есть каждый управляющий и его коллектив выразят свое отношение к парку. И это будет индивидуальная елка в каждом парке. В самарских парках установят 8 елок. Три из них живые в Молодежном, Струковском и на Воронежских озерах. Зальют и три катка. В парках Победы, Гагарина и Дружбы. Улицы города засверкают иллюминации. Украшаются не только парки, но и скверы города. У нас бульвар Старозагор в этом году украшен. Есть светодиодные элементы на деревьях и на фонтанах. Установлены также светящиеся конструкции в виде искусственных фонтанов световых. Обещают, что уже к 10 декабря в каждом городском парке будет создано новогоднее настроение. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Сезон новогодних чудес открыт. И волшебником может стать каждый. В Самаре нарядили елку желаний. Это благотворительная акция, где любой горожанин может исполнить мечту ребенка, который оказался в трудной жизненной ситуации. Свои желания написали почти 500 детей. Как стать персональным Дедом Морозом, узнала Валерия Макарова. Пусть все сбудется сегодня. Он окрыляет пусть мечты. Дед Мороз пускай подарит все, что загадаешь ты. Восьмилетний Олег мечтает о конструкторе Лего. Из него он хочет собрать космический корабль. Но его самое сокровенное желание другое. Я бы хотел, чтобы у меня родители не болели. Здесь дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Елка желаний специально для них. Личным Дедом Морозом для Олега станет его тезка, глава Самары Олег Фурсов. Сегодня он дал старт акции елка желаний. Судьбы детей, они как бы продолжают складываться позитивно, когда принимают добро, внимание и, наверное, какое-то участие со стороны людей даже в таких мероприятиях, как сегодня. Задача, чтобы каждый ребенок не потерялся в этой жизни, чувствовал себя гражданином, чувствовал себя патриотом. Чтобы исполнить желания детей, к елке целыми группами переходят студенты, пенсионеры, представители разных фирм. Часто берут сразу по несколько открыток. От санок и коньков до скейтов и радиоуправляемых самолетов. И все это может исполнить любой самарец, если придет и возьмет одну карточку вот с такой елки желаний. Они есть в каждом районе Самары в центрах семья. Валерия Макарова, Василий Калдашов. События. Всю неделю в Самаре бушевал атлантический циклон. С начала первых метелей с территории города вывезли десятки тонн снега. Самарские коммунальщики работают практически круглосуточно. Дороги, тротуары и дворы от последствий стихии очищают сотни человек и единиц спецтехники. Как проходит уборка, увидели наши корреспонденты. Небольшой трактор набирает полный ковш снега, ловко разворачивается на маленьком пятачке и отвозит свой груз подальше от подъездов. Тесный двор в переулке Репина добавляет коммунальщикам сложности. Не вся техника может сюда заехать, поэтому трудятся здесь в основном вручную. Для нас снег не стал неожиданностью. Мы работаем в штатном режиме, выходим где-то при больших снегопадах, выходим в 4 утра, работаем в 2 смены до обеда и выходим в 4 и до ночи. Убираем снег силами дворников, которые у нас на рейде 42 человека по штату и 4 единицы техники. В прошлом году в дом на переулке Репина взамен прежней пришла муниципальная управляющая компания «Жилсервис». Жители сразу заметили позитивные изменения. С утра, да, постоянно вижу то, что дворники работают, что-то делают. Раньше такого не было. То есть раньше это все, ну, своими силами обходились. То есть лопаты. Сейчас трактор приезжает. К своей управляющей компании много вопросов у жителей Куйбышевского района. Говорят, дворы чистят, но не всегда своевременно. Вчера, например, вообще нельзя было пройти. Во дворе нельзя было пройти. А с коляской тем более. И проезжую часть, и пешеходные дорожки. Вчера были все в снегу. На борьбу с последствиями стихии привлечены дополнительные силы, техника и люди. Работу управляющих компаний контролируют административные комиссии, а также районные и городские власти. В темное время суток на Самарские улицы выезжают полторы сотни единиц спецтехники. Именно ночью приводят в порядок большую часть улиц. В том числе Ленинградскую. Здесь расчищают пешеходный участок. Городские службы убирают снег с проезжей части тротуаров и около остановок. Работают как конвейер. Ночью разгребают остатки завалов. К утру их вывозят. От белого покрывала освобожден уже почти весь город. В настоящее время предприятие отчисляет, да, уборку территории, которая в процессе механизированной уборки не предоставилась возможности убрать. Это места, которые были припаркованы транспортом, которые остались еще в городе. То есть на данных участках машины потихоньку люди убирают. И предприятие приходится возвращаться на данные улицы и за ними уже почищать снег, убирать его с проезжей части. С начала первых метелей с Самарских улиц вывезли почти 30 тонн снега. По прогнозам синоптиков, к выходным осадки снова накроют город. Все службы снижать темпы работ не будут. Алина Чемерис, Олег Зверев, Григорий Плешаков, Станислав Левин. События. Гололед на дорогах нередко становится причиной ДТП. Из-за неаккуратности водителей аварии нередко случаются прямо на трамвайных путях. В итоге транспортное предприятие теряет миллионы, а пассажиры – время. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что за простои вагонов платить будут именно они. Во сколько может обойтись час не работы трамвая виновнику ДТП, узнала Марина Матвейшина. Автомобили стоят на рельсах в обе стороны вереницы из трамваев. Картина живописная, но для Самары уже привычная. ДТП на трамвайных путях – дело обычное. Но относиться к нему философски все равно не получается. Пассажиры негодуют. Мне приходится ехать в час пик, когда все набиваются, грубо говоря, как сельди в бочке. И вот представьте себе состояние. Ты стоишь или висишь. И тут такая новость. Товарищи пассажиры, мы дальше не поедем, потому что там случилась авария. И, грубо говоря, потерянное время, и приходится понервничать. Понервничать такие ситуации заставляют не только пассажиров, но и работников общественного транспорта. Любая задержка на путях бьет по карману ни в чем не повинных водителей и кондуктора. Их зарплата напрямую зависит от количества перевезенных пассажиров. В конечном итоге простой трамваев – это и убыток для всего предприятия. Бывает даже минут 10, от 10 до полтора часа можем простоять. За день может быть даже по 3-4 аварии. То есть только в одном месте ты уехал, можешь встать тут же в другую аварию. Мы теряем выручку, мы теряем рейсы. Во-первых, стоим мы, делаем простой. И жалко пассажиров. Все-таки сейчас уже не май месяц, на улице холодно. В этом году на трамвайных путях произошло почти 130 аварий. И все они не по вине пассажирского транспорта. Из-за ДТП на рельсах трамваи простояли в общей сложности почти 185 часов. Есть у нас в правилах дорожного движения пункт 26, который регламентирует, как нужно разъезжать от случаев ДТП, когда мешает другому транспорту. Нужно быстренько все оформить, зарисовать, фотографировать, отъехать в сторону и ждать прибытия полиции. Всего лишь навсего. Чтобы автомобилисты знали, что они держат не только себя, они держат трамвай, держат пассажиров наших. И, естественно, это бьет по их же карману. Потому что трамвай, простой трамвай – это очень дорогостоящие дела. Средний размер выплаты за простой трамвай для автолюбителей – от 8 до 10 тысяч рублей. В этом году в общей сложности за такое нарушение водителям авто пришлось заплатить почти миллион 100 тысяч рублей. И цифры не окончательные. Еще десятки исков находятся на рассмотрении. В погоне за зрелищами забыли о хлебе. Социальные сети взволновала информация о том, что в Нефтегорском передвижном зоопарке якобы жестоко обращаются с животными. И некоторые питомцы даже умерли от голода. На место с проверкой выехала прокуратура. Олеся Корецкая разбиралась в ситуации. Жестокое обращение с животными заподозрили местные жители. Они же обратились в полицию и прокуратуру. Люди пожаловались, что животные имеют изможденный вид и все время кричат. Сегодня с проверкой прибыли представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также представители ветеринарной службы. Передвижной зоопарк работает в Нефтегорске второй месяц. Документы на животных, паспорта и ветеринарные справки сотрудники зоопарка показывают на месте. Но общаться на камеру не желают. Зоопарк принадлежит частному предпринимателю. Здесь 16 зверей. Бурые медведи, рысь, канадские волки, енотовидные собаки, пони, кролики. Есть и экзотические – львица и тигр. Сотрудники зоопарка утверждают – паника в интернете надуманная. Животных кормят хорошо – мясом и комбикормом. Клетки чистят регулярно и все правила передвижных зоопарков соблюдают. Не надо меня снимать. Что ты меня снимаешь? Ну как вот часто вы кормите мясо? Мы покупаем коровки. Внешне звери выглядят здоровыми. Животных осматривают ветеринары. Нареканий нет. По первым итогам прокуратура нарушений в работе зоопарка не нашла. На сегодняшний момент общий вывод специалистов, участвовавших в проверке, что угрозы жизни, здоровью этих животных или распространения каких-то инфекционных или иных заболеваний в результате их нахождения в зоопарке не выявлены. Кормление животных осуществляется, уход за ними осуществляется. В ближайшее время прокуратура проверит документы на размещение передвижного зоопарка именно в этом месте, вблизи жилых домов. Также необходимо получить заключение специалистов из ветеринарной службы о состоянии здоровья животных. Мы будем следить за развитием темы. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Награды для неравнодушных. В Самаре объявили имена победителей областной акции благородства 2016. Она проводится в 19-й раз. В этом году в оргкомитет поступило больше 300 заявок. Это почти на сотню больше, чем в прошлый раз. Возраст номинантов от 16 до 90 лет. Жизненные истории расскажет Валерия Макарова. Бодрости духа этой женщины можно позавидовать. В 85 Зоя Сергеевна Митракович помощи не ждет. Сама помогает другим и не только близким. Более 7 лет она волонтер в доме ветеранов РКЦ «Прогресс». Навещает и ухаживает за теми, кто не может выйти из дома. За годы число ее подопечных перевалило за 700. Почему-то я так чувствую, что обязательно я должна кому-то что-то помочь. Я никогда никакой благодарности, кроме слов, от них не получаю. Прямо думаю ночами, готовлюсь, куда я пойду и кому что принесу, о ком позабочусь. Бескорыстный труд Зои Сергеевны отметила жюри акции благородства. Лауреаты этой премии – неравнодушные люди со всех уголков Самарской области. Глава села, который в одиночку тушил пожар ночью, прохожая, обезвредившая грабителя аптеки. Молодая девушка – донор части печени для своей сестры. Таких историй в оргкомитет акции пришло более 300. О добрых поступках рассказывают друзья, близкие или коллеги номинантов. Мы смотрим в комплексе. Ведь можно совершить один поступок добрый. Вроде как галочку поставил и все. Но, как правило, наши лауреаты – это именно те люди, для которых это не просто разовое какое-то событие или то, что они сделали добрый поступок. А это – они так живут. Награды вручаются уже 19 лет подряд. Жюри акции отмечают – среди участников стало больше молодежи. Самый юный лауреат этого года – волонтер, 16-летняя Алина Старчак. Я могу сказать спасибо тем людям, которые буквально воспитали меня, буквально подарили мне этот шанс. Это мои друзья, мои одноклассники, моя мама, которая воспитывала меня, несмотря ни на что. Она в зале? Да. Мамочка, поднимите меня, пожалуйста. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Не дня без доброго дела. В Самаре открылся 15-й форум добровольцев. В нем принимают участие больше трех тысяч человек со всей области. На площадках форума собрались самые активные участники движения. Что привлекает людей в ряды волонтеров, выяснила наша съемочная группа. На юбилейный форум добровольцев в Самару приехали волонтеры со всего региона. Все они активные участники масштабных праздников, парадов, спортивных соревнований, а также помощники ветеранов и инвалидов. Без добрых дел многие из этих ребят уже себя не представляют. Это дает новое знакомство. Очень много нового для себя открываешь. Кругозор расширяется. И вообще это дает огромное количество позитивных эмоций. Добровольчеству все возрасты покорны. Под девизом «Не дня без доброго дела» живут и сотни волонтеров серебряного возраста. Они также помогали при проведении Олимпийских игр, парада победы и парада памяти. Очень, вот знаете, очень счастливы. После мероприятий, после встреч между собой. Это потребность души. Это просто великие люди. А мы все такие в России. Сейчас только в Самарской области насчитывается порядка 30 тысяч волонтеров. И в ряды добровольцев всегда готовы принять новых участников. О важности развития волонтерского движения в России в своем послании Федеральному собранию говорил президент. Он поручил заняться поддержкой добровольческих организаций. В Самарской области уже несколько лет при поддержке правительства региона развивается направление спортивное волонтерство. Открыты два волонтерских центра на базе наших ведущих вузов Самарского университета и Самарского технического университета. Которые работают по программе спортивных волонтеров Фордкомитета и городских волонтеров. Эта деятельность софинансируется из областного бюджета. На торжественной церемонии открытия форума самые активные и инициативные добровольцы получили благодарственные письма губернатора. Теперь волонтеры соберутся на дискуссионных площадках, чтобы поделиться опытом и обсудить планы работы на следующий год. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Добраться в аэропорт, поликлинику, театр или библиотеку для людей с ограниченными возможностями здоровья в Самаре – это не проблема. С начала года в городе работает проект «Социальное такси». Специально оборудованные машины могут перевезти колясочников в любую точку города. Сердце работы социальной транспортной службы побывала наша съемочная группа. Кол-центр социального такси. Добрый день. Работа в кол-центре социального такси не останавливается ни на минуту. Шесть человек трудятся в три смены, принимают заказы на поездки, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли добраться в любую точку города с комфортом. В социальной службе такси нет и года, но популярность растет день ото дня. За три месяца поступило почти 7 тысяч заявок. В сентябре месяц 50, ну максимум 70 заявок оформляли мы на день. Ну на сегодняшний день уже 160 заявок в день – это рекорд у нас. Все заявки специалисты вносят в компьютерную программу. Обратившемуся достаточно только назвать имя и фамилию. Программа по базе данных сама определит, на какую льготу может рассчитывать человек. Бесплатно воспользоваться социальным такси могут участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, а также инвалиды первой и второй группы, которые находятся на амбулаторном гемодиализе. Для остальных категорий поездка обойдется в 30 рублей. Самара – один из немногих городов в стране, где созданы условия для поездок инвалидов-колясочников. Проект разработан в Департаменте социальной поддержки и защиты населения. Такое количество благодарности, как мы получили за вот эти три месяца, я никогда не получала. Это ведь о чем говорит? О том, что мы правильно нашли болевую точку для инвалидов, правильно ее решили. По мере того, как будет пользоваться, мы будем решать. Потому что глава города поставил задачу, что раз это так востребовано, это нужно, и мы будем это делать. Воспользоваться услугой можно 10 раз в месяц. Чтобы оставить заявку на поездку, нужно за три дня до нее позвонить в колл-центр по телефону 250-03-50. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Новое культурное пространство. В Самаре сделали второй шаг в создании мемориального комплекса, посвященного Ильдару Рязанову. Стало известно, что дизайн-проект дома-музея поручено разработать архитектору Дмитрию Храмову. Каким будет мемориальный комплекс, из первых уст узнала Мариана Мирная. Мы находимся сейчас в доме Фронзу-120, где жил в детстве Ильдар Рязанов. Архитектор Дмитрий Храмов разрабатывает дизайн-проект дома-музея Ильдара Рязанова. Говорит, в голове картинка, каким должно быть это пространство, уже сложилась, а осталось воплотить идеи на бумаге. Каждый этаж этого здания будет особенным, а начнется все здесь, на первом, где будет расположен мемориал. Сейчас мы находимся как раз на территории комнаты, где жил в детстве Ильдар Рязанов. В данном виде это, конечно, был тут офис в последнее время, но вот эта территория анализируется историками и будет воссоздана в прежнем виде. Последствия офисной жизни в 120-м доме на Фронзе сейчас разбираются. Снимаются подвесные потолки, позже уберут и межкомнатные перегородки. Приятно, что во время работы удается совершать интересные находки, признается архитектор. Сейчас реставраторами ведется достаточно скрупулезная работа по изучению этого здания. И здесь уже первые находки, которые важны для дальнейшего сохранения и реставрации. Вот, например, в этой комнате найден вот такой замечательный плафон под подвесным потолком. И видно, что планировка была уже, видимо, в советское время нарушена. То есть это было некое единое пространство. И вот уже сейчас в планах музея приспособление вот этого пространства под некий вестибюль, входную зону перед мемориальной частью. В памяти легендарном режиссере, народном артисте Ильдаре Рязанове в Самаре хотят создать новое творческое пространство. Дмитрий Храмов предлагает разбить сквер-террасу с деревянным настилом и кинозалом под открытым небом. Проект одобрен вдовой Рязанова Эммой Абайдулиной и приглянулся городским властям. Но точного подтверждения, каким в итоге станет этот сквер, пока нет. Мемориальная доска Ильдара Рязанова расположена ровно между окон тех комнат, в которых жил Ильдар Саныч первый год своей жизни в Самаре. В скором времени здесь появится целый мемориальный комплекс, куда войдет сквер, уличный кинотеатр и выставочные залы. В ноябре 2017 года Ильдару Рязанову могло бы исполниться 90 лет, и, возможно, уже через год самарцы смогут присесть рядом с мастером и ощутить атмосферу его добрых и теплых фильмов. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Диву под микроскопом. В музее Алабина открылась выставка микроминиатюр российского художника Владимира Анискина. Современная левша создает произведение искусства размером с маковое зернышко. Разглядеть детали каждого экспоната невозможно без микроскопа. Экспозицию привезли из музея Санкт-Петербурга. Одну из первых микроминиатюры увидела Олеся Корецкая. Надпись на волосе – не фигура речи, а реальность. Микроминиатюра – редкий вид искусства. Все художники – самоучки, и у каждого свои секреты. Мастера вручную под микроскопом кропотливо создают произведение искусства размером меньше миллиметра. Экспонаты-невидимки, которые измеряются в микронах, расположили в специальных контейнерах с микроскопом и подсветкой. Мастер сделал их прозрачными для того, чтобы мы видели реально, что это не обман нашего зрения, так сказать, и что это реально работы, видные волосинки. Но то, что на волосинке, уже видим только через увеличительный прибор. На выставке представлены работы художника Владимира Анискина – современного левши из Новосибирска. Здесь караван верблюдов в игольном ушке, басни Крылова на рисовом зернышке, авианосцы на божьей коровке, роза из разноцветных пылинок, помещенная в человеческий волос. Владимир Анискин создал больше 130 работ, каждая из которых занесена в Книгу рекордов. У каждого художника-микроминиатюриста должна быть своя подкованная блоха. Есть она и в коллекции Владимира Анискина. Вот здесь. Зовут Бложка Муся от кота Кузи. На создание одной работы уходит несколько месяцев. Порой мастер, нанося очередной штрих, ловит момент между ударами сердца. В мире таких худестников всего 12, и 9 из них живут в России. Ну, это, знаете, это, мне кажется, надо такой талант иметь, чтобы вот так сделать. А в бушке-иголке сделать этих верблюдов, и так, что они вот настоящие, прям вот видно, что они живые. Я не знаю, это талант. Выставка «Диву под микроскопом» открыта до середины февраля. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Присоединяйтесь к нам на Ютубе. У Самары ГИС уже больше 11 миллионов просмотров. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. Спасибо, что были с нами. Хороших выходных. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА